Моя Россия Моя Россия Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Дневной разворот». Разговор со слушателями. Вас приветствует ведущий передачи Николай Голиков и Владимир Сметанин. Что это за чудная песня прозвучала сейчас в начале нашей программы? Такая торжественная, такая патриотичная, такая глубокая. Самый главный вопрос, кто же ее исполняет? Как вы не узнали? Неужели? Я угадал. Помните, как говорил герой Леонида Куравлева? Иване Васильевиче меняет профессию. Жорж Милославский. Моя фамилия слишком известная, чтобы ее называть. То есть мы не будем называть фамилию? Почему мы будем? Ты мне хотя бы только знаковым покажи, я угадал, да? Давайте по секрету всем расскажем. Давайте по секрету расскажем. Только никому не говорите, что это за фамилия. Можно я предположение свое выскажу? Это был голос депутата Государственной Думы Российской Федерации Олега Дырьяновича Валенчука. Да, все верно. Угадал. Это Олег Валенчук. Только никому не говорите. Давно не слышал его. Да, вот исполнил такую композицию в нашем эфире. Можно сказать, с детских лет ничего музыкального от Олега Дырьяновича не слыхал. Вы спросите, почему же Олег Дырьянович приковал к себе наше сегодняшнее внимание, удостовелся такой чести? Мы вам поясним. Все оправдано. Слушай, почему мы удостоились такой чести у нас в эфире? Конечно, да. Все дело в том, что накануне Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста женщины до 63, мужчины до 65 лет. И Олег Валенчук, как член фракции «Единая Россия», впрочем, будет незаслуженно не упомянуть еще одного депутата от Кировской области, который тоже единую в Россию представил. Рахим Азизбоевич Азимов. Азимов, да. Он тоже проголосовал за повышение пенсионного возраста. А у нас есть песня в исполнении Рахима Азизбоевича? К сожалению, не нашел. Да, кстати, песня Валенчука найдена в открытых абсолютно источниках на YouTube-канале. А что там, погоди слова-то, своих Россия не бросает, своих Россия не сдает. Да, давайте я могу процитировать, если кто-то не расслышал. Горжусь тобой, моя Россия, за волю русскую мою, за силы мудрости, мессию ты возродила мощь свою. Шагнула так, что всем укором дорогу гордо перешла. Над Крымом с русским триколором на небе радуга дождала. А, над Крымом? Мне, послушайте, накрылась русским триколором? Накрылась русским триколором. Я не мог понять, почему. Кстати, да, другой бы смысл был немного. Так по звукам не показалось. И пусть сегодня каждый знает, кто нас испытывать начнет. Своих Россия не бросает, своих Россия не сдает. Не бросает и не сдает. То есть мы, люди предпенсионного возраста, видимо, не свои. Я так должен понять твою задумку. Ну, это Николай делает предположение, да? Да, я говорю, видимо, не свои. Ну, конечно же, вы спросите, а как же еще депутаты Государственной Думы от нашего региона? Их же еще двое, но они уже не во фракции Единой России. И это Кирилл Черкасов, представитель ЛДПР. Он проголосовал против. Он голосовал против. И еще один депутат, народный избранник, представляющий фракцию «Справедливая Россия» по фамилии Белоусов. Он не голосовал. Он отсутствует, да. В силу понятных причин. Ну, как понятных просто объяснить. Николай, я не очень разбирался. «Справедливые русы» говорят, что с ним все в порядке. А правоохранители говорят, что не все в порядке. Дело в том, что в Государственный Дум поступил запрос. У них уже есть определенная неприкосновенность. Так, и был запрос по поводу возбуждения уголовного дела в отношении господина Белоусова. Насколько я знаю, Совет Думы дал добро. А господин сам Белоусов, он был за рубеж, как говорят, на лечение. На лечение. То есть были слухи, что он просто из последствия сбежал. Я от бабушки ушел, я от детства ушел. На самом деле он просто, как объясняют, на плановое, медицинское какое-то там, какие-то мероприятия. Но таким образом не голосовал. И, кстати, когда ты говоришь про голосование, у тебя, братья внимание, «Единая Россия» фракция голосовала не вся. Не вся. СМИ пишут о том, что порядка восьми человек отсутствовало из фракции «Единая Россия». Во-первых, открыто голосовала против Поклонская Наталья, да? Она голосовала, да. Да, собственно, давайте поясним, что на сайте Госдумы мы сейчас не с потолка, не откуда-то из закрытых источников берем информацию. На сайте Госдумы есть сервис, позволяющий посмотреть конкретно по депутатам, кто как голосовал за конкретный законопроект. И вот упомянутые нами уже фамилии депутатов, по ним тоже можно посмотреть. Они действительно голосовали за. Черкасов голосовал против. Поклонская, да, Наталья Владимировна, честно говоря, от нее не ожидал такого. Ну, она заранее предупреждала, что будет голосовать против. Не в смысле, что она против реформы. Она считает просто, что законопроекты либо это определенные доработки уточнений. Это где-то уже публиковали, да, ее позиции? Ага, доработать и уточнить, а потом уже голосовать. У нее такая мысль была вполне здравая, кстати. Там, конечно, скандальчик еще один возник. На голосовании, вообще на заседании не присутствовал господин Железняк. Между прочим, на минуточку, заместитель секретаря Генерального Совета Единой России. Но он находился на больничном, понимаешь? Это нонсенс. По такому ключевому вопросу. Человек может заболеть в любое время. Нет, по мне тут либо приходи, либо умри на голосовании. Вот как-то вот так вот я ставлю. По такому-то вопросу. Мне кажется, это как раз тот случай, что некоторые люди, которые дорожат еще каким-то своим РНМА и планируют каким-то образом еще где-то избираться, наверное, подумали, что давай-ка мы лучше заболеем. Ну вот дождь уже, да, журналисты дождя предположили, что, ну, видимо, осознал, возможно, осознал, господин Железняк, всю важность и ответственность принимаемого решения. Понимаешь, вот я недавно просто... И не выдержал такой ноши. Немножко по другому поводу читал вот этот обзор парламентов региональных, да? Какие парламенты поддержали? Вот 13 парламентов горячо поддержали, в том числе. Мы там 12 парламентов по каким-то различным причинам не собрались и не поддержали. А и там где-то парламент и исполнительная власть. Вот те регионы, где предстоят осенью выборы, там все губернаторы, предполагаемые, то есть в Рио, никаких комментариев по поводу пенсионной реформы не дают. Дабы не навлечь на себя гнев народу. Да, потому что они прекрасно понимают, что осенью им избираться, и это может быть очень серьезным аргументом. Вот почему я думаю, что вот Железняк фигура довольно крупная, скажем так, ты сам его должен назвать. Безусловно, да. Вполне вероятно, он каким-то образом планирует свое будущее, либо уже знает его, поэтому он, скорее всего, воздержался таким вот образом. А вот такая история. Не зря мы, уважаемые слушатели. А еще, значит, из известных депутатов, насколько я помню, не голосовал Фетисов. Наш знаменитый спортсмен, хоккеист, да. Он был в командировке. Ну, у него уважительные причины. А будто бы больничные уважительные. Ну, хорошо, все это уважительные причины, а уж так ли это или не так соответствует действительности? Так ли и начали большинством голосов Госдумы, да, Госдума одобрила. Ладно, большинством голосов, да, в первом чтении законопроект принят, и вот какая идея пришла. Не зря мы заявили о том, что это разговор со слушателями. И еще надо уточнить, что еще при первом чтении законопроект принят, но разговор-то на этом не окончен. Ну, конечно, да. Да, два месяца, два месяца, два раза больше, чем обычно, да. То есть обычно давали месяц на обсуждение. Это как бы законопроект принят за основу. Теперь в него будут носиться поправки. И нам дано два месяца для того, чтобы свои мнения высказать, и каким образом, чтобы наши депутаты их учли. И вот я как раз перед тем, как ты скажешь, зачем мы сегодня собрались, вот, то есть у нас есть два месяца для того, чтобы предложить свои, вынести свои предложения. Уважаемые слушатели, мы слышим, хотите, мы хотим слышать вас, простите. 211-101, номер нашего телефона, прямого эфира. Вот, что мы предлагаем. Представьте себе, что депутаты Валенчук и Азимов, голосовавшие за повышение пенсионного возраста, и Черкасов, голосовавшие против, сейчас перед вами. Вы с ними лицом к лицу. У нас здесь как раз три стульчика свободных. Слушайте, как назло, да? Да, представим, что они в нашей студии. А они услышат, если захотят. Безусловно. Вот представьте, что они перед вами. И вот так, на чистоту, откровенно, что вы им можете сказать по поводу вчерашнего их решения? Напоминаю, Валенчук и Азимов проголосовали за, Черкасов проголосовал против. 211-101. Вы можете даже звонить, вот обращаясь там не к Николаю, не к Владимиру, а просто говорить, Олег Дорьянович, вот я считаю, так-то, так-то и так. Рахим Азизбович. Или там, предположим, я горячо поддерживаю вашу позицию там. Или наоборот, мне кажется, Олег Дорьянович, вы в чем-то не правы. Ну, это я так условно. Ну, мы, да, без намеков. 211-101, воля ваша. В общем, ситуация заявлена. Пожалуйста. Комментариев от депутатов я не видел накануне, голосовавших за повышение пенсионного возраста. Вот, в частности, один из телеграм-каналов опубликовал слова Кирилла Черкасова. Я не знаю, как депутаты, проголосовавшие за повышение пенсионного возраста, теперь будут смотреть в глаза своим избирателям. Неужели им не будет стыдно? Ведь принятие подобного законопроекта даже в первом чтении – это позор. Кирилл Игоревич Черкасов. Что бы я мог сказать Кириллу Игоревичу в ответ? Я бы процитировал припев. Кирилл Игоревич, своих Россия все равно не бросает. Своих Россия не сдает. Вот так вот. 211-й стадия. У нас уже в нашей такой общественной приемной уже есть первый посетитель. Добрый день. Алло, вы в прямом эфире как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Роман. Роман. Вот, пожалуйста, к кому будете, к какому депутату обращаться? Я бы к обоим обратился. К обоим, которые проголосовали за? Да, к обоим, кто проголосовал за. Да, и думаю, что Валенчук-то конкретно будет на Гренландии. И там ему, думаю, люди просто скажут все, что об этом думают. Да, в эти выходные Олег Дорианович будет в доступе. Да, и думаю, что найдутся люди, которые ему, наверное, прямо в глаза скажут все, что об этом думают. Но у вас сейчас... Решение, мое мнение такое, что решение это я не поддерживаю. И, в общем-то, как бы готов высказать одобрение тому депутату, который проголосовал против этого решения. То есть Черкасову. Да. Спасибо большое. Спасибо, Роман, наш слушатель. 211-101. Продолжится наш эфир после небольшой паузы. Напоминаем, что вы можете высказаться в публичном пространстве по поводу вчерашнего решения Госдумы, по поводу конкретно депутатов от Кировской области. У нас пауза и скоро продолжим. Законопроект о повышении пенсионного возраста накануне Госдума приняла в первом чтении. В целом его одобрила. Завысказалась практически вся фракция «Единой России», за исключением упомянутых отсутствующих. Да, 8 человек. 327 человек проголосовали в Нижней Палате парламента. 328 есть данные. А, 328? Да. Ну вот, включая наших депутатов Валенчука и Азимова от Кировской области. Ну а фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» точно так же в полном списочном составе выступили против. Против, да. Там еще есть, не ошибаюсь, парочка независимых депутатов в нашей Госдуме. По-моему, они тоже выступили против. По-моему, тоже. Там один, по-моему. Из 450 человек. Уже там не помню точно от каких партий, по-моему. Там есть еще два представителя, но они как одиночные. Уважаемые слушатели, проникнитесь в важность и ответственность момента. Мы вам даем возможность представить, что депутаты, голосовавшие за и депутаты, голосовавшие против, сейчас перед вами. Вы можете им высказать все, что хотите. Мы в любом случае... Причем, в отличие от ведущих программ, вы-то действительно можете говорить все, что хотите. Все, что хотите, да. Я имею в виду, в первую очередь, определенную лексику. Да. И мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы ваше мнение дошло до адресата. Алло, добрый день. Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня Ольга зовут. Меня непонятно никогда голосуют и говорят, как у вас прекрасно. Пенсия вырастет. Я рада. У меня пенсия будет 20 тысяч вместо 8. Счастливо. А чего они не говорят? А сколько будет стоить морковка? А сколько будет стоить ЖКХ? А вот морковка сейчас стоила на 70 рублей. ЖКХ сейчас все растет и растет. Через 5 лет эти 20 тысяч будут 2 тысячи. Это-то почему не говорят? То есть это вас в первую очередь беспокоит? Как раз-таки экономический эффект? Вот предлагаем изменения. Конечно. Потому что, ой, вырастет, вырастет. Да я вышла на пенсию, у меня она была 4 тысячи. Сейчас 8. А как не хватало, так и нет. Потому что вслед за повышением-то все растет на свете. А вы когда на пенсию вышли? Ой, сколько же. Почти 9 лет. Почти 9 лет. Ну вы уже с опытом пенсионер такой. Да, с опытом пенсионером уже, да? То есть вы уже заметили, что как бы рост пенсии у нас хорошо. Прибавляют. Покрывается ростом цен. И все хуже и хуже. Если раньше я на свои 4 тысячи даже могла съездить, хотя бы на поезде съездила, отдохнула к сестре, а теперь я уже этого не могу. А сестра где у вас? До Гомеля не доехать. До Гомеля? На 4 тысячи? В общем, сейчас туда не доедете. Нет, ну я же подкопила. Беларусь. Понятно, понятно. Да, далеко довольно-таки. Ничего. Мне в одну сторону хватило. А скажите, пожалуйста. Обратно отправили. Скажите, пожалуйста, вы верите обещанию правительства о том, что вот сейчас в результате повышения пенсионного возраста в среднем пенсия пенсионера будет повышаться ежегодно на... Погоди, по-моему, чуть ли не ежемесячно на одну тысячу рублей. Да, чуть ли не... В среднем в год на 12 тысяч рублей нам обещают. Вы верите в эти обещания? Да, конечно, нет. Но если они на 12 добавят, это значит, что расходы по ЖКХ и по продуктам, по медицине вырастят на 22. Это совершенно... Вот я к вам в этом плане ваши подозрения как бы разделяю. Вот поэтому я ничего-то не замечу абсолютно. Ну так что в итоге депутатам-то скажем? Вот представьте, что они перед вами. Депутатам надо сказать, что ну поживите месяц вот на наши вот... Не надо на мою пенсию жить, на среднюю зарплату. И помечтайте о пенсии такой, сколько вы получите с этой зарплатой. Наверное, сразу будут другие решения приниматься. А по поводу все-таки вчерашнего их решения, вот за проголосовали два единоросса, один ЛДПР против? Ну, единороссы у нас это, знаете, государство в государстве. Что с ними сделаешь? У них свои там заморочки. Конечно, против. Какая радость может быть? Ясно, спасибо. Спасибо большое. 211-101. Тут только вот, Володь, хотел бы обратить внимание, да, мы так все вот говорим, там, насчет... Ты еще спрашиваешь там в месяц тысячу или там в год 12 тысяч. Дело в том, что в этом законопроекте об этом ничего не сказано. Да? Да. Каясь. Это как бы вокруг. Каясь законопроект непосредственно изучал, я не слишком пристально. Касается как раз конкретной... Конкретика есть только по изменению пенсионного возраста. Все остальное пока благие пожелания, нигде точных этих вещей нет, механизмов, как это будет реализовываться тоже. Ой, на днях же был чудный эфир у нашего коллеги, или мы его коллеги. Владимира Познера, не имею в виду. Не смотрели? Нет, я вообще не смотрел телевизор. К нему, к нему с бухты барахты пришел Силуанов. Нет, я тоже телевизор не смотрел, я увидел в интернете, в интернете записи выложены. Причем я понимал, что это какой-то форс-мажор. Ну, Познера показывают по Первому каналу поздновато, это не прайм-тайм. Знаете, он с какой фразой начал эфир? Вы извините, я с вами попрощался вроде бы до конца лета, но мне позвонили, спросили, не хотите ли вы пообщаться с Минфином российским. Я сказал, хочу. У меня такое ощущение, что... Владимир Владимирович, да, Познер? Владимирович? Да, да. Он как Путин. У меня такое ощущение, что он в ответ выдвинул требование о том, что заранее никаких вопросов не готовлю министру, говорим на чистоту сразу с ходу. Вот это как-то чувствовалось по ходу эфира. Давай сейчас пока примем звонок, потом продолжим разговор о Познере. Ладно. Алло. Ага. Добрый день, ребята. Как вас зовут? Юрий. Юрий, представьте, что депутаты, голосовавшие за, и один депутат, голосовавший против. Перед вами, пожалуйста, ваша воля, что им сказать? Мы целиком и полностью поддерживаем пенсионную реформу, если зарплата депутатов будет точно такая же, как пенсию у пенсионеров. То есть минимум 8600? Ну, сейчас 8, там обещают 12. Пусть они живут на эти деньги и принимают такие законы. Мы будем на одной ноге с нашей Думой, потому что денег в стране не хватает, но пусть они внесут свой посильный вклад. Ага, то есть пусть вот эти депутаты, они внесут свой посильный вклад в экономию государственных денег. Да. Я правильно вас понял? Нет, ну вот они, пусть народ живет на 12 тысяч, и пусть у них зарплата будет тоже 12. Пусть они работают, потому что ведь мы сейчас будем работать до 65. А они тоже до 65 работают? Я не уверен, коснется ли их. Коснется. Молодцы, но пусть они живут на эти же самые деньги. На эти же деньги, да? То есть как бы в этот вот пакет пенсионный добавить еще один законопроект? Я знаю с детства. Да, я тоже его знаю с детства, да. 57 школа у него, да? Да. А мы с ним жили на соседних улицах. Если не ошибаюсь, 58 лет ему в сентябре исполнится. Он много плачу. Нет, мне столько-то, да. Так что пусть живут ребята на эти же самые деньги. Пусть они образец покажут, как надо жить на эти деньги. Как честно надо трудиться на эти деньги. Предельно ясно. Предельно ясно. То есть я говорю как раз, что надо еще один законопроект. Спасибо, прошу вас, спасибо. В этот пакет еще один добавить законопроект. Вот там, где будут... Остежение депутатов Госдумы. Где будут повышаться пенсию. Зарплаты еще в месяц, соответственно, и депутатскую зарплату привести к такому-то вот уровню. Так что там, Владимир Владимирович, ты сказал у нас? Вот он сказал, да, мне позвонили и предложили провести эфир с Антоном Силуановым. Я не мог отказаться. Вот я сказал, да, что по моим ощущениям тоже там требования пошли, что заранее вопросы никакие не готовим, не отправляем. Надо сказать, что министр Силуанов, на мой взгляд, держался довольно достойно. Пытался. Он использовал, конечно, вот эти частые чиновничьи штучки, знаете, вот эти завороты, когда задается конкретный вопрос, а он начинает вспоминать всю ситуацию там чуть ли не сотворение мира и в конце вот только лишь пытается ответить на этот вопрос. Владимир Владимирович его так хорошо держал все-таки. Мне понравилось, но в целом как-то вот не убедило это все меня. Не убедило. Ну ладно. В правильности. В правильности. У нас еще один участник нашего округа в стола. Добрый день. Как вас зовут? Надежда. Надежда, да. Надежда, да. Депутата выбирали не от партии, а каждого индивидуально. А иначе партии голосуют за партию, а там попадают неизвестно какие люди непонятные. Надежда, прошу прощения, это общий такой вопрос. Нас интересует конкретика. Вот они вчера двое за проголосовали, один против. Вот им, им. Что скажете? Ну, они лицемерят, когда говорят, что для народа стараются. Я не верю. Вы скажете, вы лицемиры, господа депутаты, когда говорите, что стараетесь для народа. Еще. А вот еще такая проблема. У нас все кивает на Запад, а ведь там всего лишь один закон для всех людей. А у нас два закона. Один для госслужащих, а другой для народа. Почему-то про это забывают. Разница удовольствия, вы имеете в виду, в том числе пенсионные. Ну, пенсионные, да, обеспечения совершенно разные. Ну, там одинаковые права, что для чиновников, что для работяг. А у нас почему-то два закона. У них 75% от зарплаты пенсия, а у работяг 40%. Что это такое? Ясна, Надежда. Понятна, Надежда. Спасибо. Спасибо. 211-101 номер. То есть вот еще один, да, дополнение, еще один закон на проект пенсионный пакет, да, о приведении, о бодифицировании норм, чтобы все выходили. Все пожилые, все выходящие на заслуженные. 40%, так 40%, так 75%, так и 75%, вот. Ну, в принципе, так вот подумать, так это есть в этом какая-то логика, да, может быть. Напомним, что предложения-то будут приниматься, как заявил председатель спикера Госдумы, да, Володин, что до 24 сентября. Ну, и получается, что во втором чтении, а второе ключевое чтение. Да, но через два месяца будет, да. Через два месяца, в конце сентября. Слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрый день. Алло. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Николай Валентинович. Я... Депутаты перед... Я... ...пенсионного возраста. Николай Валентинович, депутаты перед вами, пожалуйста. Да, вот два депутата, если передо мной, я бы им обратился, что уважаемые депутаты, если вы считаете меня дебилом, то я не дебил. И посылайте миссаров на все телевидения, на все радиостанции нас агитировать за то, что пенсионная реформа для нас благо, не надо. Приводя такие доводы, что реформа была... То есть пенсионный возраст был отмерен в каком-то там махнатом 30-каком-то году, когда рабочих было много. Им кто мешает сейчас роботизировать нашу промышленность, это раз. А во-вторых, на тот момент, когда коммунисты принимали, работающих было больше, сейчас меньше. Пожалуйста, поставьте технику, я уже об этом сказал. Но за дураков нам считать, приводя такие доводы, не надо. Вот я бы им объяснил немножко в этом смысле. А Кириллу Черкасову какие бы слова адресовали, которые против? Спасибо, так же, как и Поколовская, спасибо, что удар по ним все равно будет нанесен, а пусть выдержат удар. Ясно, все. Ясно, все, спасибо. До свидания, всего доброго. Кстати, представлял вчера законный проект в Нижней Палате Парламента министру Дата Филин. Как известно, журналисты тоже высказывали свои предположения. А почему бы же не лично премьер Медведев пришел? Он же вроде как локомотив, разные слова. Мол, побоялся или не побоялся, ну не знаю. Ну, это такая, мне кажется, отдельная тема для разговора. Позиция премьера, и уже говорили мы о позиции президента, который вообще еще, по-моему, не высказался по поводу этой реформы, что вообще крайне странно. Топилин сходу, да, я вижу, что есть звонок. Топилин как пришел, так сходу заявил, я цитирую по сайту Госдумы, его слова. Данный законопроект преследует своей целью, прежде всего, увеличение роста пенсии неработающим пенсионерам и сохранение в перспективе страховых принципов пенсионной системы в нашей стране. То есть повышаем ради того, чтобы более достойно жили пенсионеры. Я ходил, обдумывал эту фразу. Ну это нормально, чем хуже, тем лучше. Нет, я просто человек довольно совестливый, часто бывает что-то такое. Вот я пытался себя представить на месте пенсионера, ну это, конечно, сложно сделать, но все-таки, я так подумал, а не будет ли мне немножко стыдно за то, что вот я пенсионер, а там молодые работают, им пенсионный возраст подняли, вроде как в первую очередь, чтобы я жил их лучше. Нет, нет таких соображений, Николай. Я не думаю, что пенсионеры думают о том, что они будут жить лучше. Или пенсионеры как-то вот, ладно, молодежь, поработают еще подольше, ничего с ними не случится. Владимир, у нас скоро перерыв, давай еще примем один звоночек, добрый день. Вы в эфире, как вас зовут, добрый день. Алло, можно говорить? Да, можно, как вас зовут? Сергей Игоревич. Сергей Игоревич. Я предпенсионный возраст, волнуюсь немного, можно говорить, да? Сергей Игоревич, будьте собой, не переживайте. Ну вот, хотелось бы сказать и Уралхиму, и Олегу, и Черкасову, да? Вот это все три яйца только в профиль. Черкасову, надо сказать, если, как сказал Явлинский, выходите дальше тогда вообще из Думы. А Олегу Дарьянычу, я как пенсионер поеду, он привезет врача Розенбаума, он мне расскажет, как надо дальше выжить. А, в общем-то, они делают все правильно, раз мы это терпим. Мы будем кормить их, мои дети будут кормить их, Галину Игоревну Буркову, будут кормить Германа Гончарова, Быкова, и ваши, Владимир, дети будут кормить уже Рому Титова и всех остальных. Ну, что, горечь просто. Спасибо. Спасибо вам, да. Спасибо, да. За дело очень, конечно. Сейчас вот. Хорошо сказано было. Хорошо. Ну что? Реклама. Давайте будем соблюдать наш график. Реклама полторы минуты и продолжим. Не забывайте. Телефон 211-101. И пусть сегодня каждый знает, кто нас испытывать начнет. Своих Россия не бросает, своих Россия не сдает. Спел нам в начале эфира Олег Валенчук, который вчера нажал кнопку «За повышение пенсионного возраста». Это сделала практически целиком фракция «Единой России». Ну, мы сегодня говорим о кировских депутатах, о Болеве Дарьяновиче Валенчуке и Рахиме Азизбуевиче Азимове, которые представляют Кировскую область. И наши, в том числе, мнения, и наши, и ваше мнение. Вот они считают, что пенсионный возраст нужно повышать. Черкасов против голосовал. Против. 211-101. Напоминаем нам номер нашего телефона. Нам что подсказывает наш редактор Анна Лапшина? Будут платить каждый месяц на одну тысячу больше. Это декларируется таким образом. То есть была ежемесячная... В общем, 12 тысяч в месяц. Условно говоря, человек получает сейчас 12 тысяч в месяц. Это еще хорошо, если он получает. Скажем так, да? Ему будут каждый месяц добавлять по тысяче. Итого за год добавят 12 тысяч. Получать будет по 13. Каждый месяц будут добавлять по тысяче. 12 тысяч в год ему добавят. А украдут? Да, вот теперь рассказываю. Просто мне 59 лет. Я на один год задерживаюсь с выходом на пенсию. За этот год у меня 120 тысяч украдут. А потом через год мне начнут потихоньку возвращать по 12 тысяч в год. Ну как украдут? Не выдадут. А как это назвать? Не выдадут. Мне их не дадут. Это как минимум 120 тысяч. Поэтому как-то тут очень много лукавства в этом повышении. Потому что перед тем, как повысить, тебя сначала заберут. А у женщин, которые там будут выходить на 8 лет позже, председатель за 8 лет, сколько они недополучат. И потом будут добавлять по 12 тысяч в год. Ну, Николай правильно замечает, что, наверное, все-таки должна быть конкретно оформленная законнициатива по поводу повышения конкретного пенсионного обеспечения. А инициативы такой нет. Нет такого законопроекта. Пока только слова. Ну что, у нас еще один участник нашего обсуждения. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый день. Я Нина Борисовна. Пенсионерка. Нина Борисовна. Депутатам говорить то, что хочется. Я бы депутатам, типа Валенчука, сказала, что им-то ведь вообще пенсия не нужна. У них доходы такие, что хватит на 100 лет при жизни и после еще на 100 лет. И что из этого следует? И что из этого следует? Что он голосовал неправильно. Это не в пользу пенсионеров. И тем более, а ныне уже, ну, пенсионерам, которые нынче на пенсии, добавлять вот эти деньги, это только возбуждать неприязнь молодых к тем, кто, ну, будет получать вот эти 12 тысяч в год. Это нереально. Это вообще неприлично, мне кажется. А, то есть вы вот немножко в том ракурсе, о котором я говорил, да? Да, да, да. То есть, возможно, пожилым будет немножко стыдно за то, что молодёжь работает. Ну, допустим, моему сыну 50 лет. Это через 15 лет он пойдет на пенсию. А вам сколько? На какую? С какой зарплаты? Кто будет его держать? Я не понимаю. С мизерной зарплаты? О какой пенсии можно говорить? Хорошо, спасибо. Спасибо. 211-101 номер нашего телефона. В продолжении моей идеи о том, что пенсионерам, может быть, кому-то будет неловко, что они получают увеличенную пенсию за счет того, что пенсионный возраст подняли, а молодёжи... То есть здесь получается принцип отнять? Да. И поделить? То есть идёт какое-то разобщение? Да, безусловно. Граница такая проводится между поколениями, те, кто уже на заслуженном отдыхе, и те, кто ещё продолжает трудиться. У нас есть ещё 8 минут. Мы принимаем ваши звонки 211-101. Добрый день, да, вы в прямом эфире, да. Да, добрый день. Как вас зовут? Антон, меня зовут. Антон, ну что вы скажете нашим депутатам прекрасным? Знаете, мне им особо нечего сказать. Я бы хотел обратиться к тем, кто голосовал за них на выборах в Госдуму, на выборах президента. То есть как оно вам сейчас живётся после такого? Вот, это раз. И во-вторых, вот знаете, такие вот эти инициативы, то есть я ещё молодой человек, да, то есть как бы мне можно ещё там задуматься о том, как свою пенсию там сформировать и так далее. Вот эти решения, они полностью развивают правой нигелизм такой, скажем так, да, то есть я сейчас, для меня чёрная зарплата будет преимуществом при устройстве на работе. Безусловно, да, и для меня, кстати, тоже, потому что у меня остался там лишний год, я вовсе не понимаю, что мне теперь только надо самому работать и что-то зарабатывать, в карман положить. Да, то есть лучше пусть эти страховые взносы, ну, частично работодатель мне выплачивает на руки, я их буду вкладывать куда-то там, куда-то там, да, то есть в какую-то недвижимость и так далее, чем я буду рассчитывать, чем эти деньги будут вкладываться в строительство дворцов пенсионного фонда. Тем более, что если вы человек довольно-таки молодой, вы уже понимаете, что законы у нас меняют так вот очень легко. Да, то есть я молодой, достаточно, как это сказать, уже взрослый, чтобы видеть эту реформу с 2004 года, то есть я как раз в этой сфере работаю, то есть все изменения с 2004 года, которые произошли, ещё не было ни одного года, чтобы законодательство пенсионное не менялось, и чтобы, с точки зрения работодателя, что-то не менялось в значах пенсионный фонд, проценты и так далее. Ну, не просто закон меняем, мы тут в Конституции ведь меняем, да? Нет, в Конституции мы не меняем. В Конституции пенсионный возраст прописан? Нет, он не прописан. Нет? Он не прописан. Антон, а вот скажите, у вас будет некая, не знаю, претензия, что ли, к людям старшего поколения, которые вроде как за счёт вас должны получать прибавку к пенсии? Если закон примут в окончательном виде, в котором он сейчас есть. Вы знаете, у меня мама вышла недавно на пенсию, да, то есть ей назначили пенсию в размере 11 тысяч рублей. То есть как бы человек, ну, скажем так, достаточно небедный был, да, то есть не уборщица там работала, вот. То есть вот такой вот резкий спад уровня жизни, сами понимаете, какой шок для человека, да, то есть это самое, ну, что, буду помогать, то есть я считаю, что мои обязательства по вкладу в пенсионный фонд, в пенсионную систему, заключаются в помощи в жизни своей маме. Непосредственно. Спасибо, Антон. Да, отец у меня умер, не дожив до пенсии, да, то есть ему было 49 лет, то есть фактически всю жизнь как бы тоже пенсионное числение произродило, работало официально, и где, то есть там нам даже как бы никакой накипительной части ничего не перечислили. То есть вот я считаю, что наша семья в пенсионную систему вложилась достаточно. Антон, спасибо. Спасибо, Антон, понятно. Удачи вам, да. Кстати, раз уж вы упомянули об уходе близких родственников из жизни, да, вот когда говорят, что у нас пенсионный возраст, ой, простите, продолжительность средней жизни увеличивается, увеличивается. Мне, ну, я, конечно, читаю эти данные, да, Минздрава, всевозможные исследования и так далее, но, с другой стороны, опыт моей семьи, он меня не радует. Вот, никто из моих, из двух дедов, и никто из, то есть ни одна бабушка не дожили до 63-х лет, и до 65-ти, соответственно. Я остался без бабушек, без дедушек, когда мне было 10, 10 лет. Причем я не поздний ребенок в семье моим родителям, когда я появился, было, ну, 20 с небольшим. То есть это было принято в Советском Союзе, да, как-то вот. Там вот учились, жениться, детей заводить и так далее. Из армии вернулся, женись. Вот такая ситуация. Ну, это так мой пример. К слову. Алло, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сергей Васильевич, пенсионер. Сергей Васильевич, да. Депутаты перед вами, говорите. Значит, уважаемые депутаты, незавно было на Новокаревском кладбище. Вот после вашего голосования вам предлагаю взять пенсионное удостоверение и пройтись по кладбищу в Кирово-Чепецке, в Кирове. И вы знаете, эти пенсионные удостоверения мужчинам? Потому что очень много, кто умер, 50, 60. Я даже вот сам, значит, было 62 года, заболел. И уже работать я не смог. Когда пришел к врачу, я смотрел там молодых людей, та же сама болезнь, язвенный калит. Они бросили работу, потому что не могут работать. Нужно сначала, значит, обеспечить медициной достойной работой, а потом же решать все эти вопросы. Все, спасибо. Спасибо вам. Ну, как раз, Володь, о чем ты говорил, что цифры есть цифры. Действительно, а что делать по новым правилам с людьми, которые в силу действительно своих заболеваний, болячих, состояния здоровья не могут продолжать трудовую деятельность? Они что, нищенствовать будут, как и сейчас, или что? Мы об этом уже говорили, что, во-первых, вообще пожилым людям очень сложно устраиваться на работу, да? Я же говорил, помните, в прошлом примере, да, видел объявление, требуется продавец не студентом возрастом, не старше 30 лет. Сплошь и рядом такого рода объявления, где верхняя планка указывается, да. И так далее. Ну, там кто до 35, кто до 40 пишет, да. То есть людям, даже не больным людям сложно устроиться на работу в возрасте, да, за 50. А человек, который имеет еще заболевание, да, это просто невозможно. То есть что ему делать, я не представляю. И таких людей с увеличением возраста автоматически станет больше, они же никуда не исчезнут. Есть еще две минуты для того, чтобы вы успели нам дозвониться и сказать свое слово депутатам, проголосовавшим вчера. За. Это Олег Валенчук и... Рахим Азимов. Рахим Азимов. Рахим Азимов, представитель Единой России. Кирилл Черкасов, ЛДПР голосовал против этого. До 24 сентября теперь будут приниматься поправки после первого чтения. Они изначально там планируют, до 18 августа, да, принимаются? Увеличили срок, да. Увеличили срок. Увеличили срок. Ну, хорошо, что понимают, что вопрос-то важный. Еще звонок, да, принимаем? Да, еще звонок принимаем. Алло, добрый день. Как вас зовут? Добрый день. Это вас беспокоит, Валентина. Валентина, перед вами депутаты, пожалуйста. Давайте к депутатам. К депутатам конкретно обращаемся. Да, я вот к Валенчуку обращаюсь, к Азимову. Вот это все называется циничное словоблудие о том, что будет повышаться пенсия на тысячу рублей. Вот на вашем эфире выступал, ой, как, господи, боже мой, Анатолий, ну, бывший наш глава депутатного образования. Анатолий Чурин, Анатолий Михайлович, да? Да, он Чурин. Он говорил, во-первых, действительно это циничное лукавство, потому что обещали на 500 рублей в этом году повысить пенсию. А они говорят, что тысяча рублей, так уже не тысяча, а только 500 будет, во-первых, потому что они, значит, не выполняют уже ловь эту свою в этом году. А откуда может быть тысяча-то рублей? Ну, и вообще всегда, когда говорят, вот повышаем пенсию, там настолько-то, настолько, я уже давно пенсионерка. И каждый раз там, или в среднем, или настолько-то. А когда начинаешь смотреть, оказывается, эта цифра-то вообще никогда не бывает. Она разбросанная по всем пенсионерам, как попало. Поэтому все это служило. Хорошо, простите, пожалуйста, да, простите, пожалуйста, да. Циничная ложь. Простите, ваше мнение прозвучало, да, к сожалению, время нас поджимает. Вот о чем я еще хотел сказать. Я сейчас произнесу еще фамилии нескольких депутатов-единороссов, которые тоже вчера заголосовали. Андрей Скотч, Виктор Заварзин, Николай Валуев, да-да, Николай Валуев, Иосиф Кобзон, и вы не ослышались. Ирина Яровая, Валентина Терешкова, ну и, конечно, Олег Валенчук, Ирахим Азимов. Тут все они, кроме Ирахима Азимова, так совпало, видимо, да, что они являются организаторами, а вернее, членами оргкомитета одного музыкального мероприятия, которое сегодня начинается рядом с нашим городом. Оно сегодня было упомянуто в нашем эфире. Поэтому у вас есть прекрасная возможность приехать, да, в близкую деревню на берегу прекрасной речки и прямым текстом сказать это этим людям, если они там появятся. Вот так хорошо завершил мысль мою Николай Голиков. Ну, вот так совпало. Вчера голосовали, а сегодня, по идее-то, они должны быть в Кирове. Ну, завтра они там точно уже должны быть. Спасибо, у нас на этом все, но не прощаемся. При этом культ поход через 20 минут. Субтитры подогнал «Симон»